Финальный сезон «Викингов Вальгала» только что вышел на Netflix, и можно смело сказать, что герои отправились в такие уголки мира, где мы их раньше не видели. С битвами, враждой, обманом, романтикой и финалом, завершающим трехсезонную историю, был ли этот конец достойным и оправдал ли он ожидания зрителей? Что ж, давайте разберем это в нашем видео. Сейчас мы проанализируем все самое важное из этого финального сезона. Итак, объясняем концовку третьего сезона «Викингов Вальгала». Предупреждаю, в видео будут спойлеры. У Харальда, пожалуй, была самая интересная сюжетная линия в этом сезоне. События разворачиваются спустя семь лет после второго сезона. Харальд служит императору Роману в Константинополе, став одним из его доверенных лиц. Хотя у него и была связь с женой императора, королевой Зоей, Харальд всегда стремился вернуться в Норвегию, чтобы занять трон, который считал своим по праву. Но комфортная жизнь и желание стать императором удерживали его там. Это сыграло против него. Его обвинили в убийстве Романоса, хотя все подстроил Маниакас. Гаральд и Маниакас соперничали весь сезон, считая себя главными генералами императора. Однако лучшее отношение императора к Гаральду стало тем самым, что побудило Маниакаса подставить Гаральда и убрать его, приговорив к смерти, что позволило ему самому стать новым императором. Пока Гаральд ждал казни в тюрьме, он устроил пожар с помощью воронов, создав суматоху, и началась долгожданная схватка. Гаральд против Маниакаса Честно говоря, я был немного разочарован, думал, будет ближе к реальности. Но Гаральд победил и оставил Зои в Константинополе, осознав, что его жадность привела к этой ситуации, и ему нужно использовать накопленные богатства, чтобы вернуться в Каттегат и взять свое по праву. Прибыв в Каттегат, он обнаружил Магнуса на троне и согласился править вместе. Однако в конце Гаральд предал Магнуса, зная, что большинство поддерживает его из-за обещания, данного много лет назад Магнуса бросили в темницу. В реальности все было иначе. Гаральд и Магнус действительно правили вместе недолго, но у них были отдельные дворы. Говорят, их встречи часто заканчивались драками. Спустя год совместного правления Магнус умер, и Гаральд стал единоличным правителем Норвегии. Фрейдис История Фрейдис в этом сезоне казалась бессмысленной, особенно по сравнению с предыдущими двумя. В первых двух сезонах она была свирепым воином, будущим правителем и защитницей традиций. А в этом сезоне просто металась без цели, совершая жестокие поступки без видимой причины. Ее народ в Йомсборге пострадал от отравления, подстроенного Магнусом под видом чумы. Оттуда Фрейдис отправилась в Гренландию, где встретилась с отцом, Эриком Рыжим, и они разошлись во мнениях по многим вопросам. Лишь благодаря ее кораблям, людям и припасам они смогли снова начать процветать, несмотря на нехватку ресурсов. Но он увидел угрозу в том, что она могла стать вождем его народа, поэтому ее фактически держали в плену. Только после освобождения матерью она отправилась в Каттегат и ждала Лейфа, надеясь, что он станет ее новым капитаном, чтобы вместе найти золотую землю, которую они оба видели в своих видениях. Место, где она могла бы поселиться со своим народом после событий в Йомсборге. Однако Магнус, убив Свейна, арестовал Фрейдис и планировал сжечь ее как ведьму за веру в старые обычаи. Пока она была в тюрьме, Лейф придумал план, создав видимость, будто она призывает старых богов и сумел помочь ей сбежать от столба, к которому она была привязана. Он сделал это, используя науку, которой поклялся больше не пользоваться из-за смерти и разрушений, причиненных невинным людям-маниакасом. Мы не увидели ее воссоединение с сыном Гарольдом, но узнали, что его нашли со Стигом в пещере. Фрейдис даже не смогла отомстить Магнусу, так как Гарольд понимал, что если бы она убила его, это разделило бы людей. Ведь многие считали ее ведьмой за веру в старые обычаи, и он не хотел выглядеть предателем или сочувствующим. В последний раз мы видели ее на лодке с Лейфом, направляющихся к Золотой Земле. Место, в существование которого не верил ее отец, но она была уверена, что оно есть. Лично я немного разочарован ее сюжетной линией в этом сезоне, но игра актрисы осталась сильной. Лейф, зная, каким жестоким был Лейф в первом сезоне, в третьем он стал полной противоположностью. Он понял, что ум дает ему наибольшую силу, и мы видели, как он использовал это, путешествуя по разным землям и говоря на их языках. Языки, понимать людей, культуру и погружаться в нее. Как и Фрейдис, он стремился попасть в Золотую Землю. Лейф знал, что Магнус лжет о сохранности тела отца и что он шантажирует церковь, чтобы заручиться их поддержкой в своей лжи. Поэтому Лейф использовал церковь, чтобы вызволить сестру из опасности, в которой она оказалась. В конце последней серии мы видим, как он отправляется в Золотую Землю, воссоединяется с сестрой и становится капитаном корабля. Если посмотреть на реального Лейфа Эриксона, похоже, что Золотая Земля, о которой говорится, могла быть Винландом, который сейчас считается регионом в Северной Америке. Так что Лейф действительно достиг Золотой Земли из своего видения и основал там небольшое поселение. Если это правда, то Лейф мог прибыть в Северную Америку на 500 лет раньше. Христофора Колумба. История короля Кнуда была о том, как обеспечить своей династии трон после смерти, так как он был болен, и предотвратить кровопролитие между наследниками за право наследования корон. Планы не совсем удались. Он считал, что никто из детей не готов стать королем Англии. Его последним желанием было, чтобы Эмма стала королевой, но после его смерти она, чувствуя угрозу, хотела сделать королем своего сына Эдуарда. Годвин якобы поддержал это решение. Но если мы что-то и поняли о Годвине за время шоу, так это то, что ему нельзя доверять. Вместо Эдуарда он призвал Харфорда, Гарольда Пьеври, который и стал королем Англии. Похоже, чтобы сохранить титул, Эмме пришлось бы выйти замуж за Харфорда. Если копнуть глубже, оказывается, что сериал не особо исторически точен. Но он верен своей теме. Люди готовы на все, чтобы удержать власть и сохранить свои титулы. В реальности Харфорд действительно унаследовал трон от отца и правил пять лет, но умер, когда его брат Хартконут готовился вторгнуться в Англию из Дании. Вот почему нам показали ту сцену за ужином, где младший сын Хартконут оказался самым умным, ведь именно он в итоге стал королем, хоть и правил всего семь лет до своей смерти. Честно говоря, мне не очень понравился финальный сезон сериала. Темп казался рваным, ведь нужно было завершить все сюжетные линии всего за восемь серий. Некоторые актеры переигрывали, не дотягивая до обычного уровня. Плюс некоторые элементы сюжета были явно скомканы. Ни одна из историй не казалась по-настоящему захватывающей. Линия Гарольда была самой интересной, остальные выглядели пресно, как побочные квесты с бесконечными путешествиями. Я ожидал больше битв, жестокости и высоких ставок. Все было слишком предсказуемо, что очень жаль. Возможно, изначально планировалось больше сезонов, но Netflix решил дать только один, из-за чего историю пришлось рассказывать быстрее, и это очень чувствовалось. Семилетний скачок во времени казался ненужным. Персонажи совсем не постарели, не ощущалось, что прошло много больше опыта в мире, да и год в сериале не так важен, ведь он не совпадает с реальными историческими событиями. Жаль, ведь первый сезон был очень сильным, второй немного просел, а третий вообще не впечатлил. Так что качество шоу явно ухудшалось со временем. Обидно, но такое случается. Вот такое объяснение концовки третьего сезона «Викингов Вальхалла». Продолжение следует...